Клумба с рисами. На любом садовом участке можно создать красивую обстановку, опираясь на правила ландшафтного дизайна. Участки, оформленные дизайнером, смотрятся очень гармонично. Ну и простой цветовод справится с задачей, используя основы ландшафтного дизайна. Важно! При разработке проекта не стоит стремиться собрать на участке большое количество разнообразных растений или пробовать совместить сразу несколько стилей. Три правила ландшафтного дизайна. В основе ландшафтного дизайна лежит три правила единства стиля. Простота дизайна. Правила доминанты. Если ими руководствоваться, то надо действовать по следующей схеме. Клумба с рисами. Стиль участка должен соответствовать стилю, в котором выполнены дома и придомовые постройки. Не следует перегружать участок деталями, особенно если он небольшого размера. Созданная композиция должна приносить чувство радости и умиротворенности. В основе проекта должен лежать объект, который будет играть главную роль, остальные будут ему подчиняться. Если позволяет территория, то можно создать несколько подобных композиций. Интересно! Многообразие цветовых расцветок и рисов позволяет их широко использовать в ландшафтном дизайне. В зависимости от сорта, цветение длится с мая по июль. Для того, чтобы клумба имела цветущий вид как можно дольше, надо подбирать соответствующие сорта. Таким образом, можно добиться цветения на протяжении двух с половиной месяцев. Как сажать рисы в саду? Как сажать рисы в саду есть несколько советов, которые помогут создать гармоничную клумбу. Низкорослые сорта, высота которых не превышает 40 сантиметров. Гармонично смотрятся рядом с камнями. Их используют при обустройстве ракария или альпинария. Среднерослые сорта, высота которых варьируется от 40 до 70 сантиметров, используют для обустройства смешанных цветников. Высокорослые сорта, которые вырастают более 70 сантиметров, высаживают рядом с постройками или на берегах искусственных водоемов. Интересно! При выборе окружения следует обратить внимание на некоторые нюансы. Корневая система этих цветов располагается близко к поверхности почвы. В связи с этим нельзя сажать многолетние растения, которые быстро разрастаются и могут их вытеснить. Также эти цветы любят солнечный свет и затенение переносят не очень хорошо. Бородатые сорта более требовательны к уходу. Необходимо следить, чтобы пространства для их роста было достаточно и успевало закладываться от 7 до 9 листьев. Только в этом случае можно добиться обильного цветения. Агротехника выращивания сибирских и болотных представителей специальных мероприятий не требует. Цветочные композиции. Интересно! Оформляя клумбу, можно использовать несколько схем. Так бородатые представители выигрышно смотрятся на фоне газона. Также можно посадить цветы нескольких расцветок. Хорошее сочетание одноцветной сорта в совместной посадке с двухтонными ирисами, когда один из тонов совпадает с расцветкой одноцветного ириса. Интересно смотрятся посадки, окремляющие водоем. К тому же они любят влагу. Создается ощущение естественного природного уголка. Не стоит забывать и про композиции с другими растениями. Что посадить рядом с ирисами? В сочетании большое количество, но есть и композиции, которых стоит избегать. Цветочные композиции у ирисы схожих оттенков смотрятся в групповой посадке непривлекательно. У сорта с бледными цветками при совместной посадке с ирисами ярких расцветок теряются и не вписываются в общую картину. У совместной посадки двухцветных экземпляров разных сортов смотрятся очень пристроен и гармонично. У ирисы темных расцветок не сочетаются с другими темными цветами. Исключая такие сочетания можно создать красивые клумбы. При этом важно учитывать сроки цветения посаженных растений, чтобы клумба радовала глаз в течение всего сезона. Ирисы с чем сочетаются на клумбе? Совместные посадки с люпинами или дельфинеумом смотрятся красиво. Удачное сочетание с лилиями и маками. При этом они не наносят друг другу вреда, так как корневая система этих растений проникает в грунт на разные уровни. Такие композиции предпочтительно высаживать и в центре клумбы. С краю вырастить невысокие анютины, глазки или бархатцы подойдут и незабудки. Также хорошо с ними сочетаются розы. Последние от этого только выигрывают. Зелень возле розы прикрывает оголенные стебли королевы сада. При высадке ирисов на берегах искусственных водоемов удачным будет их совместная посадка с купальницей у местной хоста. Подойдут и другие растения, которые хорошо растут на влажных почвах. Важно! Можно создать удивительные композиции, но не стоит совмещать рядом цветы с близкими оттенками. Клумба с ирисами или лениками. Прекрасный вариант клумбы – это совместная посадка ирисов или леников. Ирисы сами по себе смотрятся достаточно гармонично, но когда закончится период цветения, клумба будет постой. Лилийники и лилии прекрасно ее дополняют. Во-первых, они не мешают друг другу расти, так как корневая система у них находится на разной глубине. Во-вторых, они не будут притенять ирисы. Дельфиниум со своей обильной листвой не только будет создавать тень, но в дождливую погоду от излишка влаги может упасть на них. Флоксы тоже – не самые лучшие соседи, так как часто поражаются ржавчиной, которая опасна для ирисов. Интересно, цветовое решение для такой композиции можно найти всегда, благодаря большому выбору сортов и окрасок обоих цветов. Ирисы бородатые. Ирисы бородатые очень распространены в ландшафтном дизайне. Они объединяют в себе несколько классов и являются самой большой группой. Отличаются высотой, что необходимо учитывать, используя их в ландшафтном дизайне. Очень интересно создание в саду ирадария. Это цветник, который построен на композиции из одной культуры. Размеры его соответствуют размеру средней клумбы. Ирисы бородатые востребованы ирисы в ландшафтном дизайне сада. С помощью удачных сочетаний ирисы дизайн сада можно полностью преобразить. В иридарии можно разместить несколько сортов ирисов разной расцветки. Посадки проводят группами, промежуток между ними заполняют мелкими камешками. При этом не забывают оставить свободное пространство, которое по мере роста заполняет разросшиеся растения. Важно! Растения не рекомендуется высаживать рядами, лучше делать посадки асимметрично, как на альпийской горке. Границы могут быть как нечеткими, так и ограничены камнями различной величины. Интересно! Иридарий будет гармонично смотреться даже на подпорной стене. Дополнить такой цветник можно с помощью злаков, но усердствовать не стоит, достаточно 2-3 групп злаковых. В качестве украшения иридария используют керамические изделия или различную ковку. Это могут быть сосуды различной формы, оригинальные скамейки и мостики, резной забор. Как красиво посадить ирисы! Дополнительные украшения иридария очень важны, период цветения ирисов не очень продолжительный. В остальное время цветник будет просто радовать глаз зеленью. Поэтому внесение дополнительных элементов необходимо. Бородатые ирисы поражают своей красотой и многообразием, они могут быть как одноцветными, так и двухцветными, двухтонными, переливчатыми и окремленными. С их помощью легко декорировать ландшафт, создав из него яркий цветник. Ирисы в миксбордерах Интересно сочетание ирисов с другими цветами на клумбе. При оформлении многоцветковой клумбы с ирисами следует выращивать растения, у которых корневая система, идущая вглубь, это позволит ирисам получать достаточное количество питательных веществ. Ирисы в миксбордерах примечателен миксбордер с ирисами. Красиво смотрятся их посадки в компании с хвойными растениями или кустами. Хорошо выглядят весенние клумбы с тюльпанами. При этом стоит учитывать, что между растениями должно быть достаточное расстояние, чтобы при выкопке луковиц тюльпанов не нанести вред корневищам ирисов. Клумбы из ирисов с чем сочетать? Они гармонично смотрятся в компании со спирией. При этом их следует высадить вокруг куста небольшими группами одного цвета, окремляя весь куст. Удачное сочетание белых пионов с ирисами ярких расцветок. В целом ирис это тот цветок, какой хорошо смотрится как в больших посадках, так и в маленьких. Эти благородные цветы обладают необыкновенной красотой и не похожи на другие. Они просто созданы, чтобы быть ярким акцентом каждого участка. 00 в от артикле ратинг.